Всем привет! В этом видео я расскажу, как написать пасхальный натюрморт с натуры. Вот список материалов, и мы приступаем. Этап первый. Набросок. Вначале карандашом намечаю габариты всего натюрморта. Рисунок не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Намечаю все вместе общей массой, и затем в этой общей массе выделяю массы предметов. Например, выделила прямоугольник под кулич. Намечаю ему также ось симметрии, так мне будет дальше проще строить. Яйца вначале тоже обозначаю общей массой, а затем определяю каждое яйцо в отдельности. Рисунок делаю примерный, без каких-либо подробностей. Обозначаю дно кулича, которое представляет собой овал. Затем обозначаю на куличе место перегиба, где цилиндрическая поверхность переходит в сферическую, ведь шапка кулича – это сфера. И также намечаю форму глазури. Уточняю рисунок, проверяю вертикальные линии, сравнивая расстояние до них от края холста. У меня кулич получился слегка зауженным кверху. Вот сейчас как раз я это и исправила. Намечаю падающие тени и собственные тени предметов и заштриховываю их, чтобы мне было лучше видно в общем рисунке. Так делать не обязательно, но мне так проще ориентироваться. Намечаю линию стола и на этом набросок готов. Этап 2. Прокладываем основные цвета, предметов и фона. На палитре ищу цвет кулича. Смешиваю марс-оранжевый с небольшим количеством белил, с желтым, с кадмием красным, краплаком розовым и добавляю немного синего для того, чтобы приглушить оранжевость этой смеси. Получаю темно-коричневый с фиолетовым оттенком. И этот цвет закладываю в тень кулича. Фотография немного искажает цвет кулича. В реальности он скорее оранжево-коричневый, нежели желтый. Если я хочу затемнить цвет кулича, то добавлю в этот основной цвет немного фиолетового, который я получаю из ультрамарина и краплака розового. Цвет светлой части кулича получаю из ранее смешанного коричневого с добавлением желтого, белил и охры. И закрашиваю этим цветом левую светлую часть кулича. Кулич представляет собой цилиндр. Соответственно, свет и тень на нем распределяются, как на цилиндре при боковом освещении. Слева свет, справа тень, между ними плавный переход. Я продолжаю заполнять кулич цветом. Глазурь аккуратно обхожу мазками в направлении от глазури. Переход между цветовыми пятнами коричневого можно делать чистым мастихином. Перехожу к рефлексу. Рефлекс – это то место в тени, куда светит отраженный свет от находящихся рядом поверхностей или других предметов. Грубо говоря, это то место, куда отсвечивает все, что находится рядом. Так как фон у меня будет зеленоватым, а не голубым, то рефлекс будет зеленоватым оттенком. Для его получения я смешала ультрамарин с коричневым и небольшим количеством белил. Перехожу к работе над яйцами. Яйца светлее кулича, и если он коричнево-оранжевый, то яйца скорее коричнево-розовые. Смешиваю марс коричневый с белилами, небольшим количеством желтого, кадмием красным, краплаком розовым и закрашиваю светлые части яиц. На палитре у меня уже много цветов, и я использую их в дальнейшей работе. Например, в тень яиц я кладу смешанный ранее коричнево-фиолетовый. Границу между темной и светлой частями яйца растираю чистым мастихином. Также это можно делать пальцами, особенно если слой краски не очень большой. Тени на дальнем яйце делаю более темными. Это нужно для того, чтобы как бы отодвинуть его от нас вглубь натюрморта. Примечательно, что на дальнем яйце, кроме собственной тени, есть еще и падающая тень от ближнего к нам яйца. У меня пока что не закрашена глазурь. Перехожу к ней. Начну с теневой ее части. Для тени смешаю белило, ультрамарин и коричнево-фиолетовый из готовых красок. Небольшим количеством краски втирающими движениями наношу тень. Хотя это и тень, но не забываем, что глазурь все-таки белая. А поэтому тень белой глазури будет светлее тени кулича. Левая часть шапки глазури будет практически белой, но не чисто белой. Я добавила в белило немного грязно-голубого цвета из предыдущего замеса. Местами все же глазурь очень светлая. Можно добавить чистое белило. Теперь я вижу, что кулич по сравнению с глазурью очень темный. Поэтому добавила ему немного света на левую часть. Образовавшаяся граница между цветовыми пятнами размазала чистым мастихином. Основные цвета предметов проложены. Перехожу на фон. Начинаю с теней. Для темного беру ультрамарин, немного белил, охру и подхватываю коричневый из уже смешанных красок. В итоге получается грязно-зеленый, которым закрываю намеченные падающие тени. В эту грязно-зеленую краску также можно добавить и фиолетовый. Будет тоже красиво. Теперь перехожу к светлой части фона. В тот же грязно-зеленый добавляю белило. Вот и получается цвет фона. Аккуратно наношу его на холст и слежу, чтобы не размазать основные предметы. Для этого краску вокруг предметов накладываю контролируемым концом мастихина. Также зеленый цвет фона можно получить из ультрамарина охра и белил, плюс немного коричневого. Стараюсь хорошо промешивать краску мастихином, чтобы она не полосатила и не преподносила сюрпризов в виде постороннего цвета в мазке. Тени я старалась наносить слоем потоньше. Свет же мы кладем напротив более толстым пастозным слоем. То, что положено пастозно и светло, будет восприниматься ближе тонкого и темного. Таким образом, в натюрмурте появится перспектива. Будет ощущаться пространство. Несмотря на то, что в реальности у меня фон голубой, я решила сделать его зеленым. Я этот этюд пишу уже второй раз и первый раз делала фон голубой. И результат мне совсем не понравился. На видео видно, что все цвета на моей палитре переходят один к другой. И уже полученные цвета участвуют при смешивании новых. Я почти везде подмешиваю коричневый или фиолетово-коричневый. Это помогает подружить все цвета. Они словно поют в одном хоре, а не кричат каждый сам по себе. Если цвета перекликаются друг с другом, картина выглядит более гармоничной. Теперь основные цвета фона и предметов проложены. И я приступаю к следующему этапу. Буду прорабатывать форму предметов, уточнять цветовые и тональные отношения и, конечно же, детали. Первым делом самое вкусное – глазурь. Добавлю на нее побольше света и уточню цвет глазури в тени. Напоминаю, что тени белой глазури не могут быть темнее любых небелых теней. Тень глазури справа светлее фона, поэтому справа от шапки кулича я локально затемняю фон. Слева глазурь почти белая и значительно светлее фона. В процессе работы всегда смотрим, кто кого светлее или темнее. Это и есть тональные отношения. Справа на белой глазури хорошо заметен рефлекс от цветного фона. На фото это голубой рефлекс, но так как у меня фон зеленый, то будет серо-зеленый рефлекс. Уточняю форму шапки глазури, стараясь не перетемнить ее в тени и не перебелить на свету. После рефлекса на глазури захотелось мне добавить более заметный рефлекс и на правый бок кулича. Смешиваю красный, желтый и коричневый и уточняю свет на куличе, на цилиндрической и сферической частях. Добавляю небольшие мазочки светлой краски и размазываю ее чистым мастихином, чтобы смягчить границы между цветовыми пятнами. Теперь буду уточнять яйца. Они заметно светлее кулича, но теперь, когда кулич был высветлен, они стали одной и той же степени темности. В общем-то поэтому яйца буду высветлять. Для этого использую розово-коричневый плюс желтый плюс белило и немного охры. Свет на яйца можно накладывать, как и весь другой свет, более пастозно и жирно, чем тени. Границы света и теней перетираю чистым мастихином. Не забываю о цветных, в данном случае зеленоватых, рефлексах. Дальнее яйцо находится по большей части в тени. В нем тоже обозначим свет, тень и рефлексы. Но так как оно далеко, я не буду его сильно прорабатывать и больше внимания уделю ближнему яйцу. Не зацикливаюсь на чем-то одном. Работаю сразу над всей картиной. То тут, то там, добавляя уточнение, сравниваю нарисованное с натурой. Взгляд постоянно бегает туда-сюда, от холста к натуре. Яйцо по форме похоже на шар. Чуть более вытянутое с одной стороны. Свет и тень на нем будут располагаться, как на шаре. Это к вопросу о том, как рисовать яйцо. В основе любых сложных форм лежат простые формы. Обратите внимание, что на свету у предметов очень четкие границы. А в тени границы мягкие и даже могут растворяться. Учитываем это и стараемся отразить эту зависимость и в своей работе. Прорабатывая форму яйца, я не стараюсь сделать сразу и точно. Примеряюсь. Если мне что-то не нравится, переделываю. Живопись процесс живой и подвижный. Леплю форму до тех пор, пока мне не понравится результат. Затем перейду к деталям на куличе. Темно-коричневой краской, кончиком мастихина, обозначу изюм. Просто расставляю темные мазочки неправильной формы. Чтобы изюм выглядел погруженным в кулич, справа от изюма делаю светлую полоску. Это покажет углубление, ямку, в которой изюм находится. Делаю еще мазочки под изюм. И темные, и не очень темные. Слева на куличе тоже будет рефлекс от драпировки. Обозначаю его светло-зелено-голубым цветом. Продолжаю прорабатывать кулич. Добавляю недостающие детали. Например, где-то я фоном смазала кусочек кулича. Добавляю тень от глазури. Рефлексы. И тут же, не зацикливаясь на куличе, переключаюсь на тени. Где-то смягчаю границы. Добавляю тени там, где они должны быть. Но их до сих пор нет. И вот мне снова кажется, что яйцо, которое к нам ближе, недостаточно светлое по сравнению с куличом. И я его еще раз высветляю. Подмешав цвет фона немного коричневого, обозначаю рефлексы от предметов на ткань. И снова уточняю и уточняю детали, рефлексы. Доделываю фон и предметы. Решила еще немного затемнить падающую тень от кулича, чтобы лучше была видна шапка глазури справа. Думала я, думала, делает ли посыпку. И решила в итоге, что с ней будет наряднее. Кончиком мастихина ставлю цветные точки. В тени темнее, на свету, соответственно, они будут светлее. В реальности эта посыпка была в виде палочек. Но мне больше нравятся такие маленькие крупинки. Расставляю падающие тени от посыпки. Когда я добавляю эти тени, крупинки как бы приземляются на глазурь и в целом выглядят более правдоподобными. Я добавила больше посыпки, чем на натуре. Вот так вот захотелось праздника. Я добавила желтые, красные и салатово-зеленые крупинки. Мастихинам было неудобно класть падающие тени от крупинок. Кистью это делает намного удобнее, а точнее тонкой круглой кистью с самым ее кончиком. Кистью же добавляю немного светлых мазочков и на кулич. Это поможет показать, что поверхность его неровная, рыхлая. Кистью удобно прописывать разные мелочи, поэтому я заодно решила прописать и потеки глазури. Снова возвращаюсь на фон, немножко высветляю его в светлых частях и в целом добавляю различные оттенки. Чем мне нравится работа мастихинам? Вот смотрите, всю работу я веду одним инструментом. Но еще случайно взяла другой мастихин, но тут же его оставила. Мне этим удобнее. И одна кисточка. Все, минимум инструментов. С мастихином не нужно специально разжижать краску. Здесь я не использовала ни разбавителей, ни льняного масла. Мастихин не нужно особо мыть. Его можно вытереть бумажной салфеткой, влажной салфеткой, и он уже чистый и готов к дальнейшей работе. Мастихин позволяет вести работу по сырому. И даже если у вас толстый слой масляной краски, то если вы не захотите, она не будет примешиваться к верхним слоям краски. Вот такие преимущества у мастихина. И даже если он поначалу кажется непослушной лопаточкой, стоит немного потренироваться, и возможно он станет вашим любимым инструментом при работе с красками. Этюд тем временем практически готов. Я еще уточняю кое-какие детали, и можно будет заканчивать. Я поздравляю всех с праздником, желаю всего самого доброго и хорошего, и, конечно же, творческих успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!